Прозвучал вопрос, как спасти человечество, если на Солнце случится взрыв. У каждой команды есть 10 минут на раздумье. Давайте спросим, какие варианты уже готовы. Ребята, какие у вас есть варианты? Много вариантов. Такой самый, можно сказать, что основной это покинуть Солнечную систему. Но это зависит еще от того, как скоро мы узнаем об этом взрыве. Если вот случилось и у нас есть очень мало времени, это будет немного затруднительно. Фантазия школьников не ограничена ничем. Это и есть самое интересное в научном диспуте – обосновать свою, на первый взгляд, самую безумную теорию. Научиться ребятам разговаривать с друг другом, научиться слушать, научиться спорить – это очень важно. Это элемент креативности. Здесь школьники шестых-седьмых классов, которые повернуты на космосе в самом хорошем смысле. Это победители Олимпиад и конкурсов. Некоторые из них – участники звездного десанта, своими глазами видели запуск ракеты с Байконура и Звездный городок. Это лучше всего мотивирует на учебу, считают в городском департаменте образования. Как и сегодняшний диспут в стенах с ГАУ об этой загадочной вселенной. Когда ребенок маленький придет и будет рассказывать своим родителям, что он был в аэрокосмическом университете, что он здесь увидел, что он высказывался, его слушали, его идея, то это, наверное, и для его родителей, и для него самого будет очень и очень полезно. Научный диспут проходит под эгидой 55-летнего полета Юрия Гагарина в космос. К этой дате приурочен и новый проект нашего канала «Самара. Первые в космосе», который выходит сегодня сразу после выпуска программы «События». Валерия Макарова, Константин Головин. События.